Так, продолжим изучение теоремы Гудстейна, и теперь нам нужно разработать аппарат, который, собственно, позволит нам ее доказать. Аппарат этот заключается в исследовании чисел, трансфенитных чисел, как раз те, которые когда-то придумал Кантор, и потом Гильберт предлагал этими числами расширить стандартную арифметику. Ну вот, дадим сначала строгие определения, которые даются в рамках формальной теории множеств. Итак, мы работаем в формальной теории множеств Цермела Френкеля и вводим следующие предикаты. Мы говорим, что множество х транзитивно, и это новый предикат, обозначающий это свойство, что по определению означает, что для любого у из х выполняется свойство у содержится в х. То есть всякий элемент х является еще и его подмножеством. Помимо того, мы говорим, что множество х является ординалом, то есть вводим вот такой предикат по определению. Если, во-первых, х транзитивно, а во-вторых, всякий его элемент также транзитивен. Для любого у из х выполняется транзитивность у. То есть ординалы – это такие множества, которые сами по себе транзитивны, то есть содержат все свои элементы, и, помимо того, еще и их элементы обладают ровно теми же самыми свойствами. Так, еще нам понадобится… Ну, давайте до кучи уже сразу введем все определения. Множество х называется индуктивным. Нет, сначала мы введем функциональный символ S от X. S от X – это уже не предикат, а терм, поэтому это некое множество новое, как функция, которая по определению обозначает следующее множество. Это множество х добавить точечку х. Я напоминаю, что в ZF у нас присутствует аксиома регулярности. Иногда, правда, ее не включают, но, как правило, в стандартной ZF она включена. И аксиома регулярности запрещает вот такое свойство. Не может сам х быть собственным элементом. Поэтому, когда мы вводим вот это вот определение S от X, это называется последователь множества х, и добавляем вот эту новую точку, то это действительно новая точка. Она не может быть в X. То есть мы как бы множество х расширяем ровно на один элемент. На его самого. Потом на примерах мы это все увидим, как это работает. И давайте введем еще один предикат. Множество х называется индуктивным. Когда, значит, во-первых, пустое множество является его элементом. А во-вторых, для всякого Y из X имеет место S от Y тоже принадлежит X. То есть индуктивное множество, оно интересно тем, что, во-первых, там содержится пустое множество в качестве элемента. Во-вторых, если мы к этому пустому начинаем применять вот эту вот функцию S, добавляя по одной новые и новой точки, то мы всякий раз все равно остаемся внутри множества х. Фактически всякое индуктивное множество является бесконечным. В ZF у нас есть аксиома бесконечности, которая говорит, что такие множества существуют. Поэтому здесь все хорошо в этом плане. Ну, теперь посмотрим, собственно говоря, на то, как у нас строятся ординалы. Во-первых, покажем, что пустое множество является ординалом. Действительно. Вот возьмем X пусто. Что нам надо проверить? Нам надо проверить, что пустое множество транзитивно, и всякий элемент тоже транзитивен. Но у него элементов нет, поэтому это автоматически выполняется. Остается проверить транзитивность. Для транзитивности нам нужно проверить следующее условие. Для любого Y из пусто, вот тут сюда смотрим, Y содержится в пусто. Значит, вот эта часть формулы, она называется ограниченным квантером. Почему? Потому что Y выбирается непроизвольное множество, то есть непроизвольный элемент предметной области ZF, а как элемент чего-то другого, какого-то другого множества. Здесь могут быть разные, по-разному могут накладываться ограничения. Важно то, что какое-то ограничение есть. Ну, правда, это ограничение вообще, тождественно, ложно. Но любой ограниченный квантер, он раскрывается следующим образом. В данном случае это будет так выглядеть. Мы вводим неограниченный квантер, потом пишем условие, а потом ставим импликацию. Именно так раскрывается ограниченный квантер. То есть он ставится как посылка импликации. Ну и далее замечаем, что вот эта формула, она является тождественной ложью. Ложь у нас вот так обозначается, как перевернутая буква T, а T уже от слова true. Ну и, соответственно, вся импликация по правилам исчисления высказываний, она будет истинной. Таким образом, мы получаем, что предикат trans для пустого множества является истиной. То есть пустое множество является транзитивным. Вот это точно так же проверяется, поскольку здесь пусто. У нас получается импликация с сложной посылкой. И, понятное дело, что это тоже истина. Таким образом, у нас пустое множество является ординалом. Это самый маленький ординал и вообще самое маленькое множество в теории ZTF. Хорошо. Посмотрим на еще одно свойство, которое нам позволяет генерить ординалы. Свойство такое. Если X ординал, давайте уже так грамотно напишем. Если X ординал, то тогда S от X тоже ординал. Тогда S от X тоже ординал. Ну, почему? Просмотрим множество S от X, которое у нас определено вот здесь. Прямо на него будем смотреть и получать выводы. Как говорится, что больше любят формулы? Они любят, чтобы на них смотрели. Ну, вот давайте посмотреть на эту формулу. Во-первых, нам надо показать, что S от X транзитивна, когда X ординал. Ну, поскольку X ординал, то X транзитивна. Значит, всякий элемент X является его подмножеством. Вот берем Y из X. Отсюда следует, что Y содержится в X. Но если он содержится в X, то он тем более содержится в S от X. Далее. Среди элементов S от X есть еще один элемент. Вот единственный, который мы новый добавляли. Это когда Y равно X. Но Y равно X. Отсюда следует, что Y тоже содержится в S от X. Просто по построению. Потому что вот он, X. Это часть S от X. Таким образом, получается, что S от X уже транзитивна. И теперь надо доказать, что S от X ординал. То есть, всякий элемент S от X транзитивен. Всякий элемент S от X это что? Это, во-первых, может быть элемент X, то есть элемент взятый отсюда, но он транзитивен, поскольку X ординал. Ну, а если Y совпадает с X, то он тоже транзитивен, потому что X ординал. Таким образом, все элементы S от X, вот эти вот два кейса, в обоих случаях элементы S от X тоже являются транзитивными. Следовательно, по определению S от X является ординалом. И у нас получается способ генерить новые ординалы при помощи функции S от X. Ну, например, да, для ординалов есть некоторые обозначения, которые мы можем сейчас ввести. Значит, во-первых, нумерал 0 это пустое множество. Нумерал это такое обозначение, название символов, которые обозначают числа в какой-нибудь формальной теории. То есть мы под этим не понимаем число, а мы под этим понимаем запись числа. Значит, нумерал 0 мы отождествим с пустым множеством. Нумерал 1 мы отождествим с функцией S от 0. S от 0 можно еще по этой формуле раскрыть так. У нас будет пустое множество объединить с фигурной скобки пустое. То есть это будет фигурной скобки 0. Далее, двойка определяется как S от 1. Поскольку мы каждый раз S применяем, то понятно, что это все ординалы. И S от 1 по вот этой формуле можно раскрыть следующим образом. Это пара из нуля и единицы. Далее, троечка это S от двоечки. И снова, пользуясь формулой, мы можем заметить, что это будет тройка 0.1.2. Ну и, соответственно, четверка это S от тройки или 0.1.2.3. И на самом деле и так далее можно по индукции определять. правда, сейчас не вводили индукцию, но ее можно определить на вазе как раз-таки ординалов. Можно вводить все новые и новые нумералы, которые будут обозначать нам натуральные числа как раз-таки вот таким способом, рекурсивно. То есть, каждое следующее натуральное число это просто множество из всех предыдущих натуральных чисел. То есть, N плюс 1 это ну, давайте лучше не N плюс 1, поскольку у нас еще нет плюса. S от N это 0, 1 и так далее N. У нас, правда, нет еще ни порядка, ни плюса, ничего. То есть, вот эта запись это скорее теорема, которую мы смогли бы вывести потом после доказательства некоторых свойств ординалов. Вот. Но в итоге все равно да, получается именно так. То есть, все натуральные числа вводятся рекурсивно через самих себя, через предыдущие натуральные числа вот таким вот образом. И вот такая интерпретация натуральных чисел в теории множеств ZF называется натуральными числами по фон Нойману. фон Нойман. Да, ничего не поделаешь, это тоже немецкая математика. Так. Что еще можно сказать про ординалы? Давайте теперь условимся, что мы греческими буквами, по крайней мере из первой половины алфавита греческого. То есть, альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон. Будем обозначать ординалы. То есть, если я пишу альфа, то мне уже не надо писать вот это вот. Мы уже сразу подразумеваем, что альфа – это ординал. Просто, чтобы записи были короче. Значит, дальше. совокупность всех ординалов называется классом ординалов. В теории множеств ZF вообще-то классов нет. Классы есть в теории Гёдда-Лебернайса. Классы – такие совокупности множеств очень большие. То есть, например, класс всех множеств существует. Класс всех ординалов, класс всех функций, класс всех полей, например, еще чего-то. Неважно. Как правило, классы множеств мнее являются. То есть, понятно, что всякое множество тоже по определению это класс, но есть понятие собственно класса, то есть, класс, который множеств мнее является. Для того, чтобы у нас не получилось известного парадокса Рассела или там еще какой-нибудь Бурали-Форти парадокса и так далее. Короче говоря, понятие класса вводится в избежание парадоксов. Иногда очень удобно этим пользоваться. То есть, когда мы говорим, что какой-то х принадлежит к классу ординалов, это на самом деле просто ровно то же самое, что написать он от х. Вот тот самый предикат. Вот. Но когда мы записываем это именно как принадлежность, то это выглядит как-то более понятно, что ли. Хотя на самом деле это просто одно и то же. что мы можем сказать про наши нововведенные конструкции, прежде чем переходить к арифметике ординалов. Да. Значит, отношение принадлежности на классе ординалов, то есть на всех ординалах является отношением вполне упорядоченное. Является отношением вполне упорядоченное. что это значит? То есть оно удовлетворяет вполне определенным свойствам, которые задают вот это вполне упорядоченное. Как задается вполне упорядоченное? Ну, во-первых, это антирефлексивное отношение, то есть альфа не принадлежит альфа, какой бы ординал альфа мы не взяли. На самом деле тут даже вообще любое множество можно подставить. Это следует из аксиомы регулярности. Второе, оно транзитивно. Если альфа принадлежит бета и бета принадлежит гамма, то альфа принадлежит гамма. И это как раз прямое следствие того, что у нас ординалы транзитивны. Вот как раз вот это здесь и написано. Вот эти два сходства уже определяют то, что называется частичным порядком. Частично упорядоченное множество. Или там отношение частичного порядка. Дальше. Частичный порядок называется линейным, если он связен. То есть любые два элемента можно сравнить между собой в рамках этого порядка. То есть либо альфа принадлежит бета, либо альфа равно бета, либо бета принадлежит альфа. Видим, что это практически то же самое, что определение порядка для рациональных чисел, для вещественных чисел. В общем, это все родственные вещи. Только здесь значок другой. Причем это выражение является трихотомией. То есть дизюнкции. Потому что если альфа принадлежит бета, то уже не может быть равенства в силу аксиомы регулярности. Если бы одновременно первая и третья выполнялась, то получилось бы по транзитивности, что альфа принадлежит альфа, опять приходим к противоречию. Ну и то же самое про эти два. Тем более не могут все три выполняться вместе. Поэтому это называется трихотомия, то есть одно из трех всегда выполняется. И вот эти три свойства вместе это уже линейный порядок. Наконец порядок называется вполне упорядочением, когда для любого множества а из класса ординалов в данном случае, поскольку мы про это говорим, если а не пусто, то существует минимум этого самого а по данному отношению, по принадлежности. Ну понятно, да, то есть во всяком не пустом множестве ординалов существует такой ординал, который меньше которого нет ординалов принадлежащих данному множеству. Например, мы там берем ординалы 2, 3, 4 и так далее. Среди них двойка, это будет минимум. Ну в общем-то тут все достаточно естественно и привычно чуть ли не со школы. То есть получается, что ординалы упорядочены так же, как натуральные числа. почти, с некоторым отличием. То, что ординалы вполне упорядочены, не просто сами ординалы между собой вполне упорядочены, но еще и сам ординал, вот всякий ординал, если мы берем ординал альфа, он же, помимо этого, является еще и подмножеством в классе ординалов, а значит он сам, то есть все его элементы тоже вполне упорядочены отношением принадлежности. Это значит, что эти самые ординалы это частный случай вполне упорядоченных множеств. И здесь можно вспомнить снова Георга Кантера, который вводил ординалы в своей работе по трансфинительным числам именно таким способом. он говорил, что давайте будем рассматривать все вполне упорядоченные множества, вот это вполне упорядоченные на множестве х, и говорить, что они эквивалентны, там вот отношения на у, отношения на х, они эквивалентны, если они изоморфны в смысле порядка, то есть между ними существует беекция, сохраняющая порядок. Если здесь а меньше b, то, соответственно, здесь f от а меньше f от b, и наоборот. То есть порядковый изоморфизм. И он говорил, что тогда класс всех вот таких вполне упорядоченных эквивалентных изоморфных друг другу множеств, это получается класс эквивалентности, который он обозначал х с чертой, то есть все вполне упорядоченные множества порядковые изоморфные данного множества х. Вот это он называл ординалом. Но мы в современной теории множеств любим, чтобы у нас все было множеством. Поэтому мы берем не класс всех порядково изоморфных множеств, а мы из этого класса выбираем вполне конкретного представителя альфа, который является ординалом и который изоморфен вот этому множеству х. Существует теорема о том, что если какое-то множество вполне упорядочено, то существует единственный ординал альфа, который ему порядково эквивалентен. То есть получается, что вот эти ординалы являются мерилом всех частично упорядоченных множеств. Кантор также вводил еще вот такое обозначение х с двумя чертами и называл это вторым уровнем абстракции. Здесь он уже абстрагировался от порядка и вот этот класс множеств это были просто все равномощные х множества. И такой класс он уже назвал кардиналом или кардинальным числом. понятно что среди ординалов тоже можно выделить кардиналы это просто минимальные ординалы среди равномощных ординалов. Но мы в это углубляться не будем просто имейте ввиду что существуют такие обозначения в старых учебниках они есть например у Куратовский и Мостовский теория множеств если посмотреть работы Кантора то тем более а более современным учебником все-таки является Томас Ех Тоже теория множеств Я рекомендую смотреть этот учебник особенно 2000 года издания там наиболее полная информация и первой главы там хватит вот так для ознакомления с теорией Ну и что мы еще скажем поскольку это отношение так хорошо ведет себя на ординалах базовое отношение теории множеств то мы его на классе ординалов будем обозначать символом меньше то есть просто мы говорим что альфа меньше бета это по определению ровно то же самое что альфа принадлежит бета так ну и теперь можно рассмотреть несколько свойств связанных с порядком например во первых если мы берем какой-то ординал альфа и берем с от альфа то мы можем соответственно сказать что ординал с от альфа вот этот вот он строго больше чем альфа потому что альфа является его элементом и кроме того если альфа меньше бета то отсюда следует что с от альфа меньше чем с от бета и более того с от альфа меньше либо равно бета это что касается базовых свойств порядка на ординалах дальше если у нас есть какое-то множество а в классе ординалов то его объединение которое существует по аксиону объединения то есть объединение элементов это есть ординал во-первых то есть некий ординал альфа который кроме того ну как бы больше либо равен всех элементов а иногда вот так пишут это как операции Минковского вводят например какой-то элемент больше либо равен некого множества это означает что он больше либо равен всех элементов данного множества вот более точно на самом деле можно сказать что объединение а является супремумом множества а в классе ординалов то есть в том порядке который задан на классе ординалов ну и соответственно пересечение а это минимум множества а естественно предполагается что а не пусто минимум множества а тот самый минимум который у нас гарантирует вполне упорядоченность ординалов так ну и теперь наверное можно да и введем еще такое обозначение омега мы обозначим пересечение всех таких ординалов которые которые не конечны вот ну давайте так которые являются индуктивными не все ординалы являются индуктивными например вот те которые мы тут выписывали которые конечный набор точек включает 0.1.2 0.1.2.3 и так далее они индуктивными не являются потому что по определению там всякий следующий должен тоже входить в это множество а там у нас например 0.1.2.3 на 3 мы остановились S от 3 уже туда не входит и так можно про любой ординал представляющий собой натуральное число сказать то есть натуральные числа они не не индуктивны а вот совокупность всех натуральных чисел которая как раз совпадает с вот этим ординалом омега это ординал потому что это пересечение ординалов то есть это минимальный индуктивный ординал получается вот омега уже это множество всех натуральных чисел это собственно говоря первый бесконечный ординал можно также сказать что омегу можно определить вот так омега это просто все введенные нами натуральные числа вот просто такое определение оно интуитивно понятное но формально оно неверное так вот писать в формализме нельзя а вот так мы можем потому что мы выделяем в классе ординалов некое подмножество или подкласс находим его минимум и это и есть омега соответственно мы взяв эту омегу можем двигаться дальше мы можем рассмотреть s от омега s2 от омега s3 ну то есть итерировать s уже и у нас будут получаться такие ординалы как значит омега с точкой омега потом там будет омега ну следующий за ним да это надо взять вот это вот туда добавить еще вот это в общем вот такие вот веселые множества у нас будут получаться и это все будут ординалы которые уже больше любого натурального числа вот они идут дальше дальше и дальше и поэтому можно вот эту шкалу ординалов ее как бы рисовать так как я в первом ролике рисовал то есть у нас идут натуральные числа 0,1,2 это вот те самые которые мы определяли здесь доходят до ординала омега который включает в себя все предыдущие затем появляется ординал s от омега затем ординал s от s от омега и так далее вот эту s можно итерировать любое натуральное число раз поэтому здесь появляется еще такая же линейка которая доходит до некоторого еще одного ординала и вот эти ординалы омега и тот который дальше получается пределом по супремуму что вот этих всех конечных s они это так называем предельные ординалы и мы сейчас определим что такое предельный ординал что такое последующий ординал так базовое определение я удаляю и теперь у нас еще несколько шагов к арифметике ординалов значит введем такой предикат ординал альфа называется последующим сексессор если существует такой ординал бета что альфа есть s от бета как мы договаривались я каждый раз не пишу что предикат он от бета он от альфа потому что греческая буква у нас сразу обозначает ординал и второе второе определение ординал альфа называется предельным если во первых он не нулевой то есть больше нуля а во вторых он не последующий то есть все ординалы они в общем делятся на три класса в одном классе сидит нолик и больше ничего а все остальные разбиваются все положительные ординалы разбиваются на два класса это предельные и последующие последующие они всегда выглядят следующим образом есть какой-то ординал и мы от него прыгнули при помощи оператора с к новому ординалу к следующему а предельные выглядят так идут какие-то ординалы много-много-много раз и здесь сидит супремум этого множества который в это множество не попадает то есть как бы собственно супремум который не является максимумом тогда этот самый супремум и есть предельный ординал ну когда мы арифметику введем мы увидим много примеров предельных орденалов собственно теперь мы можем вводить арифметику арифметика вводится разными способами зависит от подхода который складывается но мы будем просто повторять определение которое которая дается в аксиомах арифметики пиано просто мы его немного расширим и так мы вводим операцию сложения следующим образом мы говорим что альфа плюс 0 это альфа альфа плюс s от бета это с от альфа плюс бета и если бета предельный орденал то тогда альфа плюс бета это супремум множество сумм альфа плюс гамма где гамма меньше бета вот это понятное определение потому что оно в арифметике именно так определяет сложение на натуральных числах то есть если мы к какому-то числу прибавляем число бета плюс 1 это то же самое что взять значит альфа плюс бета а потом к нему добавить единицу взять следующий за этим числом поскольку следующее всегда существует по аксиом арифметики и то же самое здесь в теории но что это выполняется а вот когда у нас бета предельный то мы то есть бы это по сути является супреумом своих собственных элементов вот мы берем эти элементы прибавляем их к альфе к альфе и дальше находим супреум уже того что получается супреум этих сумм вот на самом деле интерпретировать сумму достаточно просто если вот у нас есть два орденала как обычно мы их стрелочками рисуем то сумма их изображается так нужно спуститься на ось орденалов здесь у нас будет альфа а вот после альфа мы представляем бета то есть мы вот вот сюда его переносим представляем и все вот это вместе это и есть сумма альфа плюс бета можно вводить операцию сложения именно вот таким способом конструктивным что ли то есть это вот определение рекурсивное а можно сделать непосредственно определение следующим образом мы можем ввести множество x которое есть объединение таких вот ну как бы маркированных орденалов значит здесь 0 прямо умножить на альфа это прямое произведение и добавляем еще один умножить на бета это понятное дело никакой уже не орденал это просто сумма двух прямых произведений но на этом множестве x можно задать порядок а именно мы да здесь элементами являются пары поэтому мы говорим что и гамма меньше же дельта если и меньше же ну то есть это 0 и 1 получается да или и и равно же и при этом гамма меньше дельта ну когда у нас и равно же это означает что это эти обе пары лежат либо здесь либо обе здесь и мы можем их по второй координате сравнивать и вот получается вот так легко показать что это вот отношение является отношением вполне упорядочен я значит x с таким отношением ну давайте здесь вот x поставим x с вот этим вот отношением является вполне упорядоченным множеством а значит у него существует и единственный порядковый тип какой-то альфа и вот так только не альфа не альфа а мы назовем его ну давайте какой-нибудь йод или и там каппа правда это обычно для кардиналов использую неважно зато на x похоже значит существует какой-то орденал каппа то есть не копахи как и существует орденал хи который является порядковым типом данного вполне упорядоченного множества и вот этот вот орденал хи и объявляется суммой орденалов альфа и бета вот по сути эта конструкция это вот и есть вот это вот сложение когда мы пристыковали к альфе пристыковали бета и сказали что все элементы альфа меньше всех элементов бета именно вот вот здесь мы это сказали что у нас и меньше же вот и получили новое множество порядковый тип которого и определяется как сумма этих двух орденалов значит пока мы свойства не рассматриваем я сейчас веду еще умножение умножение вводится аналогично на самом деле можно задавать сумму произвольного множество орденалов главное чтобы это множество орденалов она была упорядочена каким-нибудь вполне упорядоченем то есть если есть вполне упорядоченное множество орденалов то мы их просуммировать в порядке в том самом порядке в котором они заданы вот то есть не обязательно рассматривать сумму орденалов как сумму двух орденалов там их может быть сколь года много но нам достаточно будет обычной обычного определения значит умножение альфа умножить на 0 то есть на пустое множество это не что иное как 0 и если мы альфа умножаем на с от бета то это то же самое что альфа умножить на бета и добавить альфа это тоже рекурсивное определение она также полностью повторяет определение умножения для значит натуральных чисел единственное дополнение здесь которое требуется это если бета является предельным орденалом то тогда альфа бета определяется как супремум альфа гамма где гамма меньше бета заметим что вот операции на орденалах нельзя путаться с операциями на кардинальных числах на мощностях вот эти умножения и сложения орденалов они гораздо более компактные чем соответствующие операции на кардиналах если бы это были кардиналы здесь возможно было бы получился бы почему бы что-то большее иногда правда и меньше может получиться так ну важно не путать то есть вот мы сейчас работаем с орденалами и все операции мы понимаем только как кардинальные операции если бы мы вводили это это пришлось бы вводить обозначение типа там плюс о для то есть что это есть как бы как у сложение орденалов звездочка о и так далее вот но не будем этим заморачиваться еще вот единственное дополнение к обычной арифметики это то что мы дополняем определение для случая предельных орденалов предельного со множителя иллюстративно это выглядит следующим образом а именно мы альфу клонируем бета раз то есть вообще на самом деле если бы мы задали сумму произвольного количества орденалов то альфа бета произведение это просто-напросто сумма орденалов альфа дельта где дельта пробегает бета а все альфа дельта равны нашему вот этому альфа то есть это сумма одного и того же орденала альфа в порядке орденала бета а графически это можно так представить себе вот у нас есть альфа вот у нас есть бета я вот специально большим сделаю потому что тут на разметку сделать теперь представим что мы каждую точку ординала бета в каждую точку ординала бета например здесь от 0 мы помещаем такой как бы контейнер потом у нас идет . 1 там тоже стоит контейнер . 2 и там стоит контейнер тут может быть где-то например омега и там тоже мы поставили контейнер короче говоря в каждой точке ординала бета мы эту точку раздули и сделали ее каким-то контейнером и вот в этот контейнер мы помещаем клоны ординала альфа сюда 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 и так далее то есть мы как бы вот эти все точечки превратили в ординал альфа в клоны ординала альфа и получилось у нас идет альфа плюс альфа плюс альфа плюс альфа плюс альфа плюс альфа ординал бета это графическая иллюстрация произведения чтобы можно было как бы на пальцах почувствовать как это работает ну и на базе умножения естественно вводится степень степень вот тогда крышкой назовем альфа в степени значит альфа в нулевой по определению это единица в частности 0 в нулевой это тоже единица дальше альфа в степени s от бета это альфа в степени бета умножить на альфа чтобы эти правила запоминать можно просто представлять себе что s от бета это бета плюс 1 кстати это свойство сложения да вот значит с от бета равно бета плюс 1 это уже теорема получается в нашей в нашей теории почему потому что если мы посмотрим как раскрыть вот эту вот сумму бета плюс 1 бета плюс 1 это бета плюс с от нуля а по определению бета плюс с от нуля это бета это это с от с от бета плюс 0 но бета плюс 0 по определению это бета соответственно это будет с от бета вот такое коротенькое доказательство и поэтому всякий раз из от бета мы будем писать уже теперь просто как бы это плюс 1 и здесь понятно что у нас получается альфа в степени бета плюс 1 и мы это раскрываем как альфа в степени бета умножить на альфа по обычным нашим правилам ну и конечно же если бы это предельный то тогда альфа в степени бета это есть супремум альфа в степени гамма по всем гамма меньшим бета это вот важное отличие от арифметики кардиналов в кардиналах там тут сразу резко возрастает мощность когда мы возводим степень в ординалах ничего подобного она скорее всего сохраняется ну давайте посмотрим несколько примеров может быть или в рамках свойств уже да давайте дам сейчас пару упражнений и даже тройку упражнений мы уже до этого ввели несколько нумералов вот таких вот определили 0 1 2 3 и 4 мы это выше определили формально через значит вот этот оператор с от x да и давайте вот кто хочет попробуйте разобраться в следующем во первых расписать все эти нумералы через фигурные скобки чтобы там были только фигурные скобки ну например 0 это вот так 1 это вот так а чему будет равно 234 вопрос на второе поскольку это ординалы как мы знаем на них определены операции сложения и умножения то хотелось бы удостовериться в том что 2 плюс 2 равно 4 дважды 2 равно 4 и 2 в квадрате равно четырем это теоремы нашей теории потому что мы определили вот эти вот нумералы неким иным способом не через операции а через скобочки операции в деле ввели уже неким внешним образом рекурсивно вот пользуясь определением рекурсивным и определением этих нумералов надо доказать эти равенства вот такие вот веселые упражнения теперь давайте соответственно я перечислю свойства операций ну доказывать я ничего не буду потому что это занимает довольно много времени и в общем то это к основной цели нашего курса прямого отношения не имеет ну чтоб не запутаться я соответственно возьму в прогалку так свойства сложения умножения и степени ординалов первое но первых 0 единица это нейтральные элементы то есть это мы и так знаем но они и слева и справа являются этими самыми нейтральными это равно альфа и равно 0 плюс альфа вот когда у нас мы же определяли рекурсию сложения по второму параметру а по 1 ничего не говорили там произвольный ординал стоял на самом деле можно попробовать и сюда применять и посмотреть что получится вот но тут достаточно просто на самом деле это все доказывается альфа на единицу равно альфа и равно единицы на альфа это кстати из картинок можно кстати еще легко достаточно понять и еще такое свойство значит 1 степени альфа равно 1 альфа в степени 1 равно альфа ну еще у нас по определению альфа в нулевой это один будет если альфа если альфа больше нуля да я вот на предыдущем слайде таскать когда вводил понятие степени там естественно надо было сказать что в основании лежит положительный ординал обязательно потому что если тут стоит 0 то в любой положительной степени он дает 0 и только 0 в нулевой это единица просто так по определению вводится потому что это будет согласовываться с разными операциями значит ну например с ассоциативностью там и так далее дальше у нас работает нормальная обычная ассоциативность этих операций альфа плюс бета плюс гамма равно альфа плюс сумма бета и гамма то же самое по умножению альфа бета на гамма есть альфа на бета гамма опять-таки из графических картинок очень легко это понять у нас мы в гамму вкладываем альфа вложенная в бету это все равно что мы сначала бету вложили в гамму много раз а потом альфа запихнули уже в эти новые беты дальше операция сложения не коммутативно например 2 плюс омега не равно омега плюс 2 почему потому что 2 плюс омега по определению это предел супремум супремум 2 плюс n где н меньше омега но это просто все натуральные числа поэтому этот супремум равен омеге а вот омега плюс 2 это нужно за омегу зайти на две точки омега плюс 1 и омега плюс 2 там получается ординал который на две точки дальше отстоит чем омега поэтому вот коммутативность на ординалах не работает но внутри омеге то есть на натуральных числах эта операция будет коммутативно она вообще полностью совпадает с обычными арифметическими операциями дальше действует закон левой дистрибутивности то есть альфа умножить на бета плюс гамма это есть альфа бета плюс альфа гамма но правая дистрибутивность при этом не работает например если мы омега плюс 1 умножим на 2 то мы не получим омега дважды плюс 2 почему потому что мы вот эту вот штуку можем раскрыть двойку представить как 1 плюс 1 у нас вот это будет записываться как омега плюс 1 плюс омега плюс 1 дальше мы вот это вот можем схлопнуть 1 плюс омега это омега омега плюс омега это уже омега дважды и все вместе это будет омега дважды плюс 1 то есть вот это вот на единицу больше чем чем вот это получается но если вы тут не двойку а какую пятерку поставить и будет еще большая разница вот поэтому значит коммутативность умножения у нас правый дистрибутивный закон не работает в общем вообще говоря на ординалах так перемещаемся выше что мы дальше видим работает дистрибутивность степени то есть альфа в степени бета на альфа в степени гамма это есть альфа в степени бета плюс гамма тут все хорошо и привычно то же самое с умножением то есть альфа в степени бета в степени гамма это альфа в степени бета гамма важно не путать порядок вот никогда здесь порядок не путать если бы это слева то то она и тут слева стоит соответственно связь операции с порядком который у нас есть если альфа меньше бета то гамма плюс альфа меньше гамма плюс бета то есть если мы к гамме справа приставляем ординалы разные да то результат будет в таком же отношении находиться как эти самые правые части но если мы их будем слева ставить то уже это не выполняется потому что например у нас один меньше чем 2 но 1 плюс омега не меньше чем 2 плюс омега потому что здесь и здесь мы получаем просто омегу напоминаю это просто предел 1 плюс n и предел 2 плюс n просто супрема у всех натуральных чисел вот поэтому но при этом выполняется не строгое неравенство то есть если у нас альфа меньше бета то альфа плюс гамма меньше либо равно бы это плюс гамма вот вот не строгое неравенство всегда выполняется дальше то же самое в отношении умножения Если у нас альфа меньше бета, и при этом некая гамма больше нуля, то тогда гамма альфа, то есть опять справа, строго меньше, чем гамма бета. Это, кстати, тоже хорошо видно из графической картинки. И это, и это. Мы в альфа вкладываем гамма, а поскольку альфа короче, чем бета, то у нас и в результате тоже будет короче. Ординал. Но при этом, если 1 меньше 2, то 1 на гамма не будет меньше, чем 2 на гамма. Ну, конкретно здесь можно омегу подставить, потому что это не для любого. Конкретно здесь омега. Потому что, если мы единичку в омегу подставим, вот у нас омега, я напоминаю, то есть это просто ряд натуральных чисел. Мы туда контейнеры втыкаем вместо каждого числа натурального. И в первом случае мы туда единички сажаем и получаем, в общем-то, то же самое. Ничего не меняется при этом. А можем туда двоечки посадить. Вот два элемента, два элемента, два элемента и так дальше. Мы все равно получим тот же самый натуральный ряд. Это мы просто перешли от всех натуральных чисел к четным натуральным числам. Но у Ли-Супрему все равно будет омега. Ну, теперь что у нас еще остается. Да, если, соответственно, альфа меньше бета, то гамма в степени альфа меньше, чем гамма в степени бета. Но, опять-таки, если наоборот, вот два меньше тройки, но два в степени омега не меньше, чем три в степени омега. Почему? Потому что это просто одно и то же. Потому что и то, и то – это предел два в степени n. Супрему – два в степени n и три в степени n. Ну, и это, и это натуральные числа, и их супрему – будет омега. Поэтому здесь вот и то, и то – это омега. Это, опять-таки, отличие от арифметики кардиналов, то есть мощностей. Тут всегда надо на это обращать внимание. Ну, и, опять-таки, нестрогая монотонность будет работать в любом случае. Если мы вот здесь альфа поставим в степени гамма, оно будет меньше либо равно бета в степени гамма. Вот, то есть, когда мы говорим о нестрогой монотонности, тут все хорошо, тут прям вот все аналогично натуральным числам. А когда нам потребуется строгое неравенство, вот тут надо быть внимательным. Где что у нас прирастает. Наверху в степени во втором элементе, как бы, или в первом. По вторым элементам здесь, здесь и здесь все хорошо, по первым – нет. Есть вычитание слева, так называемое. Значит, если альфа меньше бета, то бета можно представить как альфа плюс некая гамма. И вот эта гамма, она называется разностью между бета и альфа. Но это левая разность, потому что там, если их поменять местами, то это уже работать не будет. И вообще, вот эта разность, гамма, она представляется как порядковый тип такого множества. Мы из бета, как множество, удаляем ординал альфа. И то, что осталось, то есть, по сути, вот у нас был бета, вот был альфа. Альфа удалили, и осталось вот это множество ординалов. Это не ординал. Но оно вполне упорядочено. У него есть порядковый тип. И вот этот порядковый тип мы обозначаем как результат этой операции. Значит, вычитание слева у нас работает. А вот вычитание справа не работает. Вот у нас 2 меньше, чем омега. Но не существует такого гамма, чтобы гамма плюс 2 было бы равно омега. Ну, действительно, если гамма – это натуральное число, то добавляем 2, получаем натуральное. Будет меньше омеги. Если гамма – это омега, то омега плюс 2 уже больше, чем омега. Если гамма больше, чем омега, то еще хуже получается. В общем, вычитание слева не будет работать. И еще у нас есть деление с остатком ординалов. Это десятое свойство. Это самое главное свойство, на основе которого получается кантеровская нормальная форма для ординалов. Значит, десятое свойство выглядит следующим образом. Если у нас бета больше нуля, то для любого ординала альфа имеет место следующее разложение. Альфа есть бета умножить на гамма плюс некоторая дельта, где вот эта дельта, оно обязательно меньше бета. Причем ординалы гамма и дельта определяются единственным образом. То есть всякий ординал альфа можно разделить на бета, получив неполное частное гамма и остаток отделения. Причем они определяются однозначно. Что очень даже хорошо. Вот. И это очень сильно напоминает деление с остатком во всяких там кольцах, в кольцах с нормой. И поэтому, кстати, на ординалах работает алгоритм Евклида. То есть вы можете делить ординалы при помощи алгоритма Евклида, находить наибольший общий делитель. Другое дело, что для бесконечных ординалов это как-то все очень неинтересно получается. Ничего там такого странного не будет. Все очень сильно упрощается. Ну и вот основная теперь теорема, которая нам потребуется в дальнейшем. Это теорема у Кантеровской нормальной формы. Но перед этим нам надо ввести еще один интересный ординал, внутри которого, во вселенной которого, собственно, мы и будем жить. Доказывая теорему Гудстейна. Мы положим по определению, что ε0 это супремум вот такого множества. Омега, омега в степени омега, омега в степени омега в степени омега. Тут имеется в виду вот так вот. И так дальше. То есть мы строим все конечные башни степеней омеги. То есть тут вот одна омега, тут две, тут три, четыре, n и так далее. Тут получается их, как бы, натуральный ряд такой, воплощенный в эти башни. Берем супремум. И вот это и есть ординал ε0. ε0 обладает таким хорошим свойством. ε0 в степени ε0 равняется ε0. Натуральные числа такими свойствами не обладают. Вот это первый ординал, для которого получается, как бы, стационарная точка при, значит, возведении в степени. Почему так? Ну, потому что можно ε0 представлять себе, как вот такую бесконечную башню омег. Так, и если мы ε0 возводим в степень ε0, так, только, пардон, конечно, я тут наврал. Не ε0 здесь, а омега. Омега в степени ε0 равно ε0. То есть это, ну да, стационарная точка возведения в степень, операция возведения омеги в степень. И если мы под эту ε0 сейчас подставим омегу вниз, вот так вот, да, как бы, чтобы это в показатель уехало, у нас ничего не поменяется. Здесь, как была вот эта вот счетная последовательность омег, так она и останется. Ну, это скорее такое визуальное доказательство, но, значит, действительно это формально можно вывести вот это вот тождество. Ну, и, соответственно, теперь теорема Кантера о разложении ординалов. Теорема, которая называется нормальная форма Кантера. Этот результат, кстати, тоже был получен Кантером еще тогда, вот в конце 19 века. Любой ординал меньше ε0, для любого ординала существует набор ординалов γ1 и так далее, γn, то есть конечный набор, которые удовлетворяют свойству, да, и давайте сразу же напишем, и натуральных чисел К1 и так далее, Кн, то есть вот эти вот у нас меньше омеги, а вот эти меньше ε0. Значит, существуют такие, причем единственный набор вот этих вот ординалов и натуральных чисел, что выполняется разложение α равно ω в степени γ1 на К1 плюс и так далее, плюс ω в степени γn на Кн. При этом должно выполняться неравенство. Вот как мы раньше писали, так же это все и работает. γ1 больше γ2 и так далее, больше γn, который больше либо равен нуля, то есть степень последняя может быть нулем. А вот коэффициенты, все коиты строго больше нуля. Ну, потому что если тут ноль, то смысла нет писать все это дело. То есть смотрите, что получается. Мы, когда говорили о теореме Гудстейна, мы брали число и раскладывали его по некоему основанию. Там получались какие-то степени, коэффициенты. Потом мы степени снова раскладывали. И получалось, что... Получалось вот некое вот это разложение в виде дерева, причем конечное, да? И мы тогда еще заметили, что если бы мы могли взять какое-то число в основании, которое больше всех натуральных, подставить в это разложение, то мы бы, возможно, доказали бы теорему Гудстейна. Вот именно это мы теперь и будем делать. Мы будем в разложение числа, которое мы производим в теореме Гудстейна, в качестве основания брать орденал ω. Единственным условием является то, что мы всегда степени должны рассматривать по убыванию. Вот так. Из-за некоммутативности сложения в орденалах. Не дай бог нам тут где-то степени перепутать местами, и у нас все поедет. Потому что при сложении степеней орденалов, ну, этого свойства я не приводил, но можно сказать, что вот большая степень, она, если она стоит правее, она съест все меньшие степени. Это так же, как вот мы берем там 2 плюс омега равно омега, точно так же там, скажем, омега в сотой плюс омега в сто первой, это просто будет омега в сто первой. То есть вот эта старшая степень, если она правее стоит, она съедает все, что слева. Поэтому мы их располагаем всегда в порядке убывания. Вот. Ну и, значит, поскольку у нас орденал α меньше, по условию меньше, чем ε0, то есть не может такого быть, чтобы омега в какой-то степени достигла α, потому что это случается только на ε0, то вот эти вот степени, гамма, они все строго меньше, чем α. То есть мы можем вот здесь написать, что они меньше α, но это не условие. Это следует из того, что α меньше ε0. Условием являются только вот эти вот неравенства. И поскольку они меньше, чем α, соответственно, они меньше, чем ε0, и вот эти все гаммы можно тоже в таком виде представить, точно так же разложить. И, по сути, мы можем сказать, что любой орденал меньше ε0 имеет единственное разложение по супероснованию омега. И это разложение конечное. То есть можно предъявить просто дерево, такое же, как мы строили в прошлый раз, где, значит, в листьях стоят нули. Коэффициенты, вот эти вот клоны ветвей, это конечные, то есть натуральные числа. А омега – это просто некий символ, который подменяет нам эту самую основание степени. И даже когда вы в компьютере это все дело обсчитываете, пытаетесь вот эти деревья построить, вам ничто не мешает, получив произвольное дерево на основании арифметического разложения по степеням, да, по супероснованию. Потом вместо этого супероснования везде воткнуть омега и напечатать некую формулу, там с помощью пакета SimPy на питон, например, напечатать формулу, которая представит вам разложение уже с основанием омега. Просто подмените этот самый везде основание на омегу, и будет вот это вот разложение. Значит, вот главный результат для нас сейчас заключается в том, что мы ввели операции на ординалах, мы умеем их складывать, умножать, возводить в степень, даже иногда вычитать умеем, даже умеем делить с остатком. Благодаря этому мы получаем так называемую нормальную форму кантора, канторскую нормальную форму для ординалов, но правда для ординалов меньших, чем ε0. Для больших там можно, например, на основании ε0 тоже делать разложение. Но нам они и не нужны. Нас интересует только вот то, что получается законечное число шагов из ординалов омега. Да, кстати, можно доказать, и всем рекомендую это проделать, вот такое упражнение со звездочкой его поставим, что если вы начнете эту формулу итерированно применять, то есть вот гаммы разложите по основанию омега, потом в гаммах появятся какие-то новые степени дельты, дельты разложите по основанию омега, у вас эта процедура закончится за конечное число шагов. Там просто надо следить за тем, что у вас возникает последовательность убывающих ординалов. Каждая новая степень, она меньше, чем то, что вы раскладываете. То есть меньше, меньше и меньше. А поскольку ординалы вполне упорядочены, то в ординалах не существует бесконечно убывающей последовательности. Там вот если вы с какого-то стартовали ординала α1, α2, α3, вот они все меньше, 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 бесконечно убывать она не может. Это тоже теорема, которая следует из определения ординалов. Потому что просто вы берете множество всех этих ординалов, предполагаете, что оно бесконечное, берете в нем минимум, который существует просто по свойствам ординалов, но тогда получается, что этот минимум, во-первых, это какой-то из этих α, альф, которые меньше его, они в это множество не попали. То есть получается противоречие. Поэтому бесконечно убывающей, строго монотонно убывающей последовательности ординалов, так же, как и натуральных чисел, не существует. На этом, кстати, основан метод бесконечного спуска, который придумал еще Ферма, когда доказывал теорему Ферма для показателя по-моему, 4. Вот. Ну, не буду сейчас путать. А здесь мы тоже его применим. Только у нас будут не натуральные числа, бесконечный спуск, не в натуральных числах, а в ординалах, которые меньше, чем ε0. Вот и все отличия. Ну, вот вооружившись теперь вот такими, такой сильной арифметикой, той самой расширенной арифметикой, на которую надеялся Гильберт, мы и перейдем к доказательству, собственно говоря, теоремы Гудстейна.